Ну так нельзя, дружи, ну так нельзя, так играть нельзя, ну так нельзя, блядь, всем привет, я напоминаю, что вы смотрите очередной выпуск программы, ну так нельзя, блядь, Вася, сидеть и ржать в кадре, когда я начинаю говорить первые слова, да, потому что это смешно, сегодня у нас гость, которого не знает никто, это единственный человек, который, можно сказать, непотрясающий гость, я думаю, что сейчас никто не сможет определить его внешность, фамилию, вероисповедание, так крестьян коробео российского футбола, да, это незаметный такой герой, который не дает интервью, никуда не ходит, Ну вот если бы мы пытались как-то его характеризовать для широкой публики, что бы ты сказал первое? Ну не знаю, что такое презервативы Раз, да, я бы сказал Не понимаете, что такое стиль, да, потому что это лицо, оно какое-то нестандартное Потому что стиль, не понимаете, кто такое-то много, да, плюс многодетный, я бы сказал, худшая левая нога в истории мирового футбола, ну при том, что футболисты левоногие Что странно, да И вот это, как можно было, вот, понимаете, вот эта борода, она вообще не идет к этому лицу К этому лицу и так тяжело что-то приставить К этому лицу идет какая-то детская площадка, я не знаю, там, самолетик, колесико, вот это все идет И самое интересное, что этот человек выглядит на свои, вот, все время 15 лет Да Вот как было 15 А при том, что у него трое детей Да Ну я же говорю, презервативом пользоваться не умеет Вот, поэтому, ну, давайте встречать, конечно, мы очень долго сомневались по этому гостю Георгий Щенников Он Георгий? Да, он Георгий Охереть! Да, а ты хотел сказать Жора Ты Георгий! Я никогда не узнал, как тебя зовут Жора, 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 Женя Да, оказывается, он Георгий, ты же Георгий Жор, давай, из того, что мы сейчас сказали, с чем ты не согласен? А я не слышал А, ты не слышал, значит, мы сказали, что, Вася, что ты накидывал, что не умеет пользоваться презервативами Борода Раз Борода, это ужасно Борода, два Это прекрасно Левая нога Я сказал, худшая левая нога в истории мирового футбола, это три Четвертая, сказали, что внешний вид на 15-летнего человека при троих дней Каждый тренер Ну поэтому борода, чтобы не выглядеть как он Каждый тренер в моей карьере приходил и говорил Сейчас мы научим Жору подавать Сейчас мы научим Жору Это у вас не получилось Сейчас перейдите То же самое Что, подаешь, супер Да только не играешь На тренировке На тренировку Жора это не считается Каждый тренер Так, ну давайте его оставлять, пусть он подает Мы его каждый раз Оставляли, я ломался сразу Да Он, смотри, он 10 делал идеальных подач На 11-й он уходил И на 2 месяца сразу Он всем своим видом говорил Я не хочу подавать У меня другие скиллы Какие у тебя скиллы? Скорость Скорость Завершение Скорость Я просто всегда молился Когда Жора вываливался Когда Жора вываливался на ударную позицию Делал подачу Я думал, хоть бы за лицевую Хоть бы за лицевую Потому что два варианта Или за лицевую Или за лицевую Или как бы Что, сколько ты забил? Вы как много? Вы не могли его раскрыть Сколько Жора? Сколько победных забил? Он после вас, кстати Вы ушли И он начал забивать Вы просто не смогли за 8 лет Или сколько? Раскрыть За 7 Не можете человека раскрыть? Я сдался Что значит сдался? Не, ну в плане раскрытия Жоры Да, я сдался Потому что невозможно Но Ложный маневр был лучше Он так несся в атаку На него сразу все переключались А все знали Что отдавать передачу ему нельзя Мы за счет Жоры Столько комбинаций провели Я помню Голевую передачу Которую Жора отдал Одному из 10 сидящих в студии И понятно, что это не мне Там я все сделал Там я все сделал На Евро против Англии Кто там еще мог подать? Да Ну подать Нормальные ребята играют Жор, топ Я еще думал Как его обрабатывать Когда мяч вылетел вверх А я бы тоже другую не сыграл Для меня-то как раз Это вот она полетела Когда Глушак побежал Когда он забил Не, ну Глушак Я забивал Глушак Я забил Я понял Он добился стыд Я не добил Он уже за лицевой линии добивал Жор, ну скажи Это же была наигранная комбинация Тренер нас просил Да, все наиграли Тренер просил Говорит Вот вы на последней минуте Жора говорит Ты свечу Говорит Дай вверх максимально высоко Как ты обычно Рано не отыгрываетесь А то они могут нам еще забить Отыгрываетесь Вот прям вот Чтобы уже времени не забить Обратно не было А как вы с Арсеналом тогда играли 2-0 повели И думали Все, вы короли И сколько потом воткнули вам Так в Лиге Чемпионов Лучше пропустить Сразу же один И спокойнее сразу становится Жор, вот тренер Который просто не умеет работать Ну и не умеет Проскрывать таланты, да? Ну смотри Про таланты Конечно Ты сейчас Скорость Скорость есть Правильно Желание есть Желание вообще Как нет Желание всегда было Желание есть, хорошо А устойчивость к травмам есть? Ну вполне Главное подавать не надо Надо же индивидуально подсказать Как, Жор, у тебя было переломов? Скажи, пожалуйста Два всего Два всего? Ну ладно А таких душевных переломов Нравственных надломов Вот это Всехологически Нет, два всего Каждый день Переломов два Операции еще четыре, по-моему То есть я даже Без операций Ну просто так Без переломов все равно Оперировали Заодно сделаем Говорит, давайте сделаем Ну давай все равно А можем две операции сделать? Давай Сколько я сейчас здесь пропущу? Полтора года Отлично У меня трехлетний контракт Как Дианка вот относится Дианка это его жена Как Дианка относится к твоей бороде? Скажи мне, пожалуйста Она наоборот ей нравится Как? Не обманывай, что? Ей не нравится Серьезно? Говорит, ты хоть выгляделись Хоть постарше Жора Щенников В Кавказец? Постарше? Да А, все, она думает Что она спит с ребенком Педофилия Педофилия До этого думала До бороды Не, пока Пока у детей совместных не было Еще окей Ладно, с ребенком спит и спит А когда появился Первый там, соответственно Даня, да То все уже Диан, прости, Диан Они когда идут Они когда идут Они думают О, четверо детей у нее У нее Да, у нее четверо детей А так с бородой Хоть кажется, это нормально Неплохо выглядит девчонка Да, хорошо Викторович, короче Вы Жору не раскрыли Вы единственный человек Вот Газаев Раскрывал Жору? Нет Валерий Георгиевич Ну, сколько сыграл Превалерий Георгиевич Игорь? Он начал Да нет Зика Зика Основной был Зика Кто стал его Ставить прям на постоянное Владимир Михайлович Шепсюк Нет, ну Сейчас мы не про Дубль Говорим Мы про основной состав Говорим Мы говорим, что первый Стал его ставить Зика Вот я не раскрыл Но Жора Я забыл, что Зика Превал Если посчитать Сколько Жора сыграл матчей При мне Он потом После меня И до меня Он даже не сыграл Одну треть От этих матчей Сколько сыграл при мне Так же Жора? Да, сто процентов Вот Поэтому я Наступил на горло Собственной песни Понимал, что От толку от человека Никакого Но Все равно Сколько моментов хороших За тобой было Это да Рубин Рубин только с вами Вылетел Я знаю Конечно А с кем? Подожди В этом и уникальность Вася Вот абы кого бы Не позвали Так утопить команду А я смог Смог Для надежной ситуации Кстати, так тоже надо уметь работать Викторович Первая Рубрика Фотографии и видео Поехали Ну это 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 Ну я в Салике Наверное Ну А это не знаю Вот только в ЦСКА Угатал Угатал, молодец Вот это только в ЦСКА попал Слушай, Жора А вот мне говорили Что когда ты в ЦСКА попал Ты нападающего играл в детстве Да, я лучше бомбардир был Где? В команде Ты издеваешься Из всех турниров Серьезно Я, кстати, знал эту информацию Меня всегда удивляло Вообще, что за соперники были у команды Все напередства Москвы Лучше бомбардир команды Ну в принципе, вот если Жору сейчас бороду сбрить А ты думал, что это настоящая собака? Наверное Слушай, Вася, смотри Сейчас Жоре бороду сбрить То в принципе вот Да, так и есть Вот в принципе ничего не поменял Там просто зубы нет Там кто-то Есть зубы Сколько тебе лет здесь? Двенадцать Одиннадцать И еще у тебя зубы не было? Да, был там А здесь ты бьешь Или кросс выполняешь свой козырный? А, забиваешь? Да он не видит опять Видите, он смотрит вниз А мяч уже улетел А мяч уже улетел А мяч уже улетел И там, и там Это что? Ну, приз лучшего молодому игроку Да Первая пятерка Первая пятерка Приз лучшего молодого игрока Хоккей, что ли, играл? Какой год? Ты в хоккей играл? Год десятый, наверное? Да нет Это не десятый Девятый, значит Да Я думаю, что девятый год Жор, ты что, в хоккей играл? Почему пятерка? Почему пятерка? Приз регулярный ДФЛ И у них поставили пятерку Один пятерку за все твое обучение За один год Жора интеллектуальный, умный парень Кто? Ну, не обязательно уметь играть в футбол Это же правильно, что это по-разному бывает Ну, скажи Что? Кто с тобой был в номинации? А почему у тебя столько прыщей? Что ты, ну, не мог? Я молодой был, наверное А где Диан? Ты же с Дианкой познакомился В этой школе еще познакомился Знаешь, с такой прической Я ей понравился, представляешь? Это вообще выбор, конечно Дианка, конечно, ошиблась Ну, бывает На перспективу Ну, она думала, что перспектива Первая пятерка, все дела А, ну, это я на сборах Компоморья Вашим любимым Которых все ненавидели И что? Ты здесь ненавидел? Не, ну, все ненавидели сборы Ну, на сборах побрили меня Не помню, за что Ты проиграл в карты? Ну, что-то такое было, да Ты в карты умеешь играть? Вася, он играл в карты? Он вообще подписывается Жором человек, который А, пошли туда? Пошли Играем в карты? Играем Давай Начну Там нельзя было отказаться просто Стриптиз Стриптиз Дианг, давай детей делать Давай 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 еще одного Давай А, ну, ладно В общем, так три раза И как бы За всю жизнь Ну, вы бы футболку у кого взяли бы Я? Да Вон, наверное А свою бы кому дали? Свою? Ну, никто не попросит Ну, вот мне шутить же Когда ты говоришь правду Получается, как будто ты шутишь Ну, хорошо Ну, кому нужна эта футболка? Ну, никому Мы обсуждали историю Историю с футболками Акинфея Мы обсуждали, да? К нему каждый вратарь подходит, конечно И просто у него после игры в футболку Все люди подходят К тебе хоть кто-то когда-то подходил Футболкой поменяться? Я Ну, подходили Я Вот Жора Я не помню Посмотрите, какой он скромный Вот какой он скромный Нет, Жора вообще Самый скромный А выпьет А выпьет, ведет себя Ну, мы просто Отвратительно, некультурно Сразу Я не помню Мне кажется, ничего такого Мы же были там С Виктором Смиттом были тоже Да, и я не помню Жора нормально себя вил Давайте еще посмотрим Видео или фото Ну, здесь сейчас было хорошо Как ты согласился на это безобразие? Что ты там делал? Мне с Че, Реал обыграли здесь Спокойненько, и все Кто? А, ты следуя тенденциям Решил туда Мне сказали Ложись, ложись, ложись Ну, надо было развернуться в другую сторону Жор Это же до удара Ты же детародный орган подставляешь Мог бы развернуться в другую сторону Вообще-то Это до третьего Или после третьего ребенка? Какой год? Ну, какой год? 19-й, 18-й? Так, бля Не сначально Вы как Реал обыграли Типа, как будто это происходит Вообще Каждый день? Не, ну не каждый Я просто год не помню А вообще каждый день? Что там, два раза Реал? А ты что показываешь Фурику? Типа, один я ложусь Или еще кто-то Что за жар? Это я уже не помню Ну, пока ты еще Все равно пропустишь Не ссы Нормально же быть У тебя серия такая В Лиге чемпионов Ты столько пропускал Не поможет Так мы вот как раз ее прервали здесь Ну вот А что здесь надо комментировать? Это ты изменяешь, Дианки? Вы за ручку Заба с руками Вот, нужно прокомментировать Твою левую и его правую руку А, ну это мы вот Мы там с детьми, да, играем По-моему, в футбол Как раз была какая-то А что у Забы? Руки обгорелые, что ли? Да, да Это что-то это, наверное Вы Забу позовите Вы Забу позовите, пожалуйста Мы его звали Он отказался А у тебя борода под Забу вообще Или как? А, да-да-да Они пара Смотрите, Викторович, они Так может, его Забу попросил Борода отрасли Очень интересно Очень интересно Так, а ж партия досталась, Жора Вообще катастрофа какая Ничего, Заба вообще С детства же самое, рядышком А, они же 91-го года рождения Да, еще То есть Давнишняя любовь Нет, смотри К чему я прихожу Он на следующий год после меня пришел Так как Жора Был в детях лучшим бомбардиром Соответственно За бы он играл в одной команде За бы не забивал И в детях ни хрена Нет, это не так было То есть он рекорд И оказывается Не так, не так было Сейчас расскажут, что в два нападающих играли Ну, а как было? Ну, они пришли там еще с одним парнем И меня не сопротивляли Ты Гаррет Бэйл Ты скажи, что Я Гаррет Бэйл Я в этом поле защиту Потом уже дальше Да, как говори Я Гаррет Бэйл, я не пошел в шальки Потому что какой шальки Если там Реал Почему Гаррет Бэйл и шальки Причем вообще? Ну, он тоже играл на продающих Вася стал защитным Плохо в футболе разбирается Поэтому Ну, это я знаю Ну, это правда Он тебя тренировал Ну, я и не претендую Не, я как тренировал хороший Мне понравилось Да? Да Ты, Викторович Не то, что вы Вы кого тренировали? Я никого вообще Вы вообще без меня Кого-нибудь выиграли? Я вот всем сегодня говорил Да, что с тобой А с тобой вообще ЦСКА после тебя Ничего не выиграл Выиграли Вот со мной Суперкубок выиграли Да ты туда не попал бы без меня Почему? А, на следующий год же играли Да А нет Там же Тосно Да нет, так они вообще Суперкубок не должны Потому что Тосно снялось просто И мы играли Суперкубок с локомотивом Так надо было бы занять второе место Ну да Как бы ты второе место занял Викторович, и вы без меня Ничего не выиграли И ты без меня Я выиграл Вообще кто-нибудь без меня Я выиграл Нет Нет Кого-нибудь Даже Дзюба ничего не выиграл О, уважаемые Я конкретно извиняюсь А что снимаем вы откуда? Из-за останки А что, поздравления, да? Ну вот поставь мне пивка Я тоже поздравлю Кого хочешь, как хочешь А что, кого поздравляем? Жорику и Дианку? Да без базара Сейчас оформим Ну это типа Жорик и Дианка Типа поздравляю Ну Ну у вас со свадьбы Все такое Любви, типа бабосика Нормального Живите Не тужите А что? Ну он же Он в принципе С нам все играет Он в тюрьме А он в тюрьме Так же разговаривал? Я думаю, да А что, нельзя Такие вопросы задавать? Что пожелать-то вам еще? Приезжайте на район-то Как-нибудь Возьмите портвишка Семерочку Нормального Посидим, как люди С вас портвишок С меня посидим Я тут теле к одному Барыге загнал Теперь приходится Ваши игры По радио слушать Скукотища Я вам скажу Смертная Ты бы там это Поговорил с кем надо Может меня Взяли В футбол Я на районе Когда-то неплохо Круглого Гонял Дианки Целую Ручки Покедова Ну что, нормалек Опа Ты глянь, что делается Ну это видео Это свадебное видео Мы это знаем Ты расскажи Это свадебное видео Вся команда Ребята Все снимали Какие-то маленькие скетчи И потом Мы не знали Мы об этом не знали У меня вопрос есть Подожди Мне сказали Ты сказал, что хуже всех Тебя поздравили братья Березуцкие Самый был не смешной скетч Я его не помню Но они там были С дрессировщиками Жора Все Все Ну да Они там стояли Не понравилось Не понравилось Не надо Если у вас вкуса нет Да херня Вообще Просто невероятно Говнище, да На втором месте были иностранцы Они там, помнишь Там Руден играли Они сидели Вон там в классе Где теннисные столы Тоже говнище было Герня Дальше, соответственно У нас худшее На втором месте были иностранцы Потом уже идут хорошие видео Очень сильно отыграл Игнаш Он отыграл Милиционера Да, милиционера Соответственно Зага и Мамай Фурик отыграл Деда Который сидит на базе Выкин были Да Зага Продавец был Зага Гвоздик Это все прочее А я был повар Из сериала Кухня Якобы С такой С усами Вот этот толстый Который там Из сериала Кухня Я вас не помню Я бы вас тоже Не вспомнил Если честно И Вася не вспомнил А Загова Вот и Мамай Помню Вот так вот А я даже помню На свадьбе Все просили Давайте еще раз Это видео Еще раз И пересматривали Мамай Во-первых Беспотух здесь То есть Видишь Только со спиной Чуть-чуть А вообще Как это видео попало Вот в общий доступ Или это не в общий доступ А я не знаю Ну ты наверное И смел На самом деле Там спрашивали И сказали Что ну пожалуйста Показывайте А что там такого Там ничего такого нет Вообще Это какой год был Жора? 2000 Когда ты женился Сейчас Диана Уже занесла Попор А дату Конечно 23 июня И дни рождения детей Нет 22 июня 23 июня Ты давай уже Не путайся в показаниях Ну я тебе просто говорю Что просто В 2013 году Это был такой контент Прям Ну такой смешной Сейчас это уже Ну что Уже 10 лет прошло Уже ничего такого нет Ну все Ну все помнит вроде Да То есть проверили Можно брать его В любой Шальке кстати Только твой комментарий Ну это топ вообще Первый гол Но придется ли Сколько вы ждали Натальше Тиминного гола Да мы в этой игре ждали 111 минуты Видишь уже Нет Вообще Сколько ждали Это кубковая игра Да Одна четвертая Следующая играли По-моему с Краснодаром Я помню Этот гол Это в лучших традициях Роберто Карлоса А такие игроки В шальке А ну в играх Сейчас у тебя нет Роберто Роберто Карлос Это вот так же Как вот Роберто Карлос Забил француз И он так же Причем он даже В шаг попал Он думал, что надо просто бежать Ему мяч попал в ногу И пошел сюда Ты бы лучшим бомбардиром был Сборной России Ты мне давал Говорит Стоя в защите Там помогает Всем Да-да-да Помогает Не добегает Выходит Помогает Первый, кто говорит Тактика Стратегия На игру Были отвратительными Понимаешь, как Отвратительными Нет, это да Тут даже Мне говорят Вперед не изи Вперед не изи Если Жору Напугать на установке То в принципе Все Если сказать, что Правый полузащитник Соперника В паридосе Навас То все В принципе Можно Только Навас Из всех Кто еще был Навас согласен Навас согласен Кто еще был Навас Я просто не мог Да я не мог Просто За ним успеть И все Да он быстрый Потом Вагнерлав Встал Вот с такой ягодицей А когда я встал Потом на бровке И у меня на газ Это свело ногу Когда я на бровке Викторович Ваша вот обыгрывает Обыгрывает Просто финал Кубка с Виллиным Это вообще Я помню Как сейчас Когда уже Уже Вагнер Ему приходит И на чисто русский Говорит Жор Обыгрывает Не пускай Под правую ногу Виллина Ничего он не говорил Это вы придумали Конечно Обыгрывает Только вправо Мы с Шинником играли Вы говорите С каким Шинником? Да хер Команда какая-то Что-то ни разу По-моему С кем мы играли Да ну мы с Шинником-то играли Вася Ну с Шинником Это Рубин Шинником Сейчас играл Мы играли С ССК Шинником Вы подходите ко мне И говорите Вот этот обыгрывает Только влево Нет, а Пастора Когда играл И что Пастора Так вы говорили Там считались Как раз мы сказали Про Пастора Так вы сказали Что это ноунейм Я вам сказал Что через два месяца Его продадут за 40 миллионов в ПСЖ И ба-бам И продали в ПСЖ Вы пришли в ЦСКА И скрыли Там тренировали Какие-то команды Я таких названий не знаю И вы до меня Ни разу не выходили Из группы Лиги Чемпионов Тут только пришел Топовый тренер Сразу раз Вы представляете Вы нам Сразу вышли Сразу вышли В первое же В первое Вы нам о Палермо Рассказывали Это Палермо Там Пасторы Он Стоит 50 миллионов Мы смеяться Да Нам же смешно А вы нам скажете Ну 4-0 Мы хлопнули на выезде Поехали домой Да Ну и Пасторы Это в порядке Пасторы в порядке Но Навес был веселей Не Навес был лучше Расскажи Севиль Это просто Установка Где в Севиле Нет Дома Дома нормально было Нет Дома нормально Это там он его возил Там Нет Ну Конечно сказали Что я виноват во всем Теория Кто сказали Ну вы А кто сказал Там или ты или Акинфей Выбор небогат Всегда Всегда я виноват Вы помните Вот это Когда вы Там три защитника Два березуцких На шее веченников Кто виноват Ну Ну ты Я никогда Я не знаю А я же тебе всегда говорил Жора Это я просто Чтобы с этими Двоёбами Не спорить Не обвискивай головой Дети сейчас будут Спасибо что вы мне Это сейчас сказали А не тогда Я сижу Я сижу Вот так На теории Сзади И я Это я вот Свои ощущения Рассказываю И Виктор начинает На вас И обыгрывает И подаёт И бежит И то И всё И вообще А я смотрю До сих пор Забил и отдал Не это не забил Он не забил Он отдал Голевую Отдал Москве Отдал Москве Голевой дал И он отдал Да И там Москве прострелил А там он забил Он забил Севиль Он забил Он забил там Сто процентов Но это была ошибка Вы начали пугать людей Которые Я согласен Вот меня я просто Не знаю никого Меня всегда испугаешь Да А Жор вообще тоже Не испугливых Между прочим Сто процентов Подумаешь Собственной тени Только три раза испугался А так Охранника на базе Свет Сколько ты забил Так У нас вторая рубрика Вторая рубрика История Смотри Сейчас перед тобой Три карточки лежат Российской Федерации Да По 17 век Да Как раз вот Про все это Что было показано Потому что ты уже история Пятерка была По истории Мы видели там Вот этот вот Это не тот аграрный Смотри Жор Еще раз Вот смотри У тебя три карточки На каждой там история Ты берешь любую из карточек Отдаешь мне Я рассказываю эту историю Как я ее знаю Как я ее слышал Как я это Ты ее Мы с Васей расскажем Ты ее или подтверждаешь Или опровергаешь Ну то есть говоришь Была ли эта история на самом деле Все очень просто Пожалуйста Врать можно? Да Я могу почитать? Нет Потому что я буду тебе рассказывать Эту историю Берем поподряд Тот еще рассказчик Нет Только одну Значит по мне История вообще Овертоповая Я не знаю что будет Я как бы Я тебе рассказываю Жора как ты в школе учился Жора просто слушал Ну нормально Пятерки? То есть это не просто так? Конечно Не то что Первая пятерка не так Смотри Ну Жора всегда С огромным трудом Переподписывал Каждый новый контракт Свой То есть всегда какие-то Были трения непонятные Что-то еще Вот И ты знаешь Получал больше Чем Криштиану Рональду Это да Это да Ну то есть С трудом зарабатывалось Это же не просто так Дайте мне столько И ему давали Понятно И ты знаешь Вась Что с ключевыми игроками ЦСКА Всегда общался Евгений Ленорыч С вами кем Общался Роман Юрьевич Бабаев Да значит Роман Юрьевич договаривается С Жорой О новом контракте А вы с кем договаривались? Я с Евгением Ленорычем Сто процентов нет Тогда Бабаев еще даже Не был генеральным директором Так что Был Вот Так значит У Жоры Идут очень сложные Переговоры с Роман Юрьевичем Бабаевым По продлению нового контракта И что он сказал И все я ухожу Да А ты знаешь Кто у Жоры агент Знаешь как у него фамилия? Александр Сергеевич? Да Да У Жоры Фамилия агента Пушкин Значит Идут эти долгие переговоры Роман Юрьевич никак не может справиться Жора требует Пять миллионов евро Роман Юрьевич говорит Сто евро тебе будет достаточно Они долго Шаг за шагом Я сейчас начну здесь Пять миллионов Но он требовал А Роман Юрьевич давал сто Пятнадцать лет А Роман Юрьевич давал сто евро ему Я таких зарплат не видел Это же не зенит Подожди Ну если бы у тебя был бы агент Пушкин Это бы тоже бы требовал У нас пять миллионов Восемь человек получали Ладно Неважно Только ли Восемь Жора не входил в эту восьмерку Так вот Ты бы заигрочила такую Вась Смотри Значит идут переговоры Я хочу вернуться на десять лет назад Что это такое? Где бабки? И значит Роман Юрьевич зашел в тупик Не может с Жорой никак договориться Ну тупиковая ситуация Все И тут Евгений Ленович говорит Что Ром не может договориться Тогда я беру бразды в свои руки И так далее И вызывает Жору На разговор по контракту К себе Жора приходит Вот в эту подсобку Со своим агентом Его начинают бить Нет, не так Не так Почти И И как бы Значит секретари Звонят Евгению Леновичу И говорят Здесь Жора Пришел Он говорит Ну как бы Типа там Да Там Пусть заходит Он говорит Но он не один пришел Он говорит А с кем? Он говорит Он с Пушкиным пришел Он говорит Он бы еще Лермонтова с собой взял Пусть один заходит И таким образом Агент Пушкин Из-за фамилии Остался в подсобке А Жора Прошел Я его сейчас До дуэли застрелю Это какой контракт Пусть заходит Я не помню какой Ист Но вот эту историю Он бы еще Лермонтова с собой привел Вот этого Я этого не слышал Ну как не слышал Я не слышал вот этого Евгений Ленович Громко ревязь Это говорил секретарям У нас есть видео Как бы в этом Да У нас два видео И подписи с показаниями Жор Ну давай Расскажи эту историю Хорошо Ладно За Евгения Леновича не надо Но это очень смешно На мой взгляд Жора Как ты зашел К Евгения Ленович Что ты сказал Не было Было когда меня посылали Как бы Да было Ну И все Кто посылал-то Иди будешь получать 5 миллионов Иди Иди И потеши 5 Ну вот история была Что ты пришел с Пушкиным И было сказано Что пусть один заходит Еще бы с Лермонтовым пришел Ну может быть Наверное было Я не знаю А ты знаешь Что у этого агента Пушкина Жора единственный вообще футболист Который всегда был Так зато занимаются Ну и все Да Ну да Даже к студенту не берут с собой Ему надо было пробить сумасшедшую зарплату Чтобы человек получал как бы Да Чтобы он говорит У меня всего один клиент Потому что процент Жориной зарплаты Он так и говорил За глаза Да Он говорит просто Я просто умру с голоду Если вы ему зарплату не снесете Ну и делали Вот Работает же Третья рубрика Жора Персоны Сейчас Опять вот на этом экране Где было Будут рандомно появляться люди Давайте И тебе нужно Их расставить От одного до шести При том что ты не знаешь Что будет появляться в следующем По следующему критерию Если например Представь Тебе нужно какую-то информацию Сохранить в тайне В тайне Да Чтобы об этом Никто не узнал Надо Виктору что рассказать Или Васе Вся Москва Не надо Да-да-да Ты такой же Я на втором На втором На втором Я на первом Ну как бы Так вот Значит кому бы ты доверился То есть на первом месте Ты бы доверил тайну Больше всего А шестой пиздобол Типа меня и Васе Которому бы ты не рассказал Вот сейчас Видишь Они все появляются Ты всех этих людей Естественно знаешь У батя был Ну не знаю Ну как там у батя Там все Кого там только нет Да Вот Кокоре Ты доверил бы тайну Или не очень Ну вы с ним все-таки Одного года рождения Он отсидел У него язык за зубами Он вообще никому ничего не рассказывал Он только в копии выносил эти Да нет Кокорский хороший парень А кто говорит Что плохой парень Я просто сейчас думаю Хороший парень И куда его поставить То есть должен Человек сейчас циферку Ну давайте Три Три Кокорин идет на третье место Чего ты начал так скромно Как на шесть Нормально Нормально Смотри Кокора треть Да сейчас разберусь Подожди Нормально Кокора На Киприк Чего он там распиздан Ты там никого не знаешь Его он был на один ставит Ну не знаю Нет Я вообще ничего не понимаю Я не помню Ну давайте 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 Так они реально рандомные Или все это Рандомные Выходят люди Ты их должен расставить по порядку Их будет шесть человек Всего Это восемь миллиардов Крутится Да Да Людей Ну на четверку давайте Значит все-таки Кокора Ты считаешь Ну я бы даже не знал Кто будет Ну три Четыре Ну ты его мог Май на второе поставить Извините Он что за базар Не отвечает Да Вот именно Ну хорошо Четвертое Мне уже поставил Все Все С кучеряшками лучше был Да Вот с этой вот С микрофоном Давайте Давайте Майкрофон Поехали дальше Ну там не подкручено Типа английский что ли знаете Кто подкручено Кто крутит Вот мне руки Викторович Вы что английский знаете Да Нифига себе Бонтанулись Николай Писарь Ты с ним же Работал в молодежной сборной Правильно? Пять Пять В работу можно Пять Пять Добал Так я не Это вы говорите Ну ладно Подожди Сдаст при первом скачке Сразу расколется Скажешь что нет Мы не единственные Кто выходили в финальную часть Евро Давайте поехали Крутим дальше Крутим 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 Пока интересно Вырисовывается Картина Кто у нас будет дальше Кто это? На шесть Ну или на два На шесть давайте Поясни кто это? Ну Пушкин Серега На шесть Пушкин Он говорит Пушкин Давай на шесть Это агент Единственного Своей единственного клиента Единственного Единственного Не рекламирования Он говорит Ну давай на шесть Там хорошо еще Там сорок пунктов Не было Вы поругали что ли Ты обиделся Что он тебе не может Контракт пробить В очередной раз Такой ты агентищик Да Так себе На шесть Я жора задвинул Все Больше не звони Жоре Поехали Жорыч с агентом Рассорим Да Подписывай с кем-нибудь Пока передачу не показали Чалов Петабол или нет? Нет Ну так первый или второй? Давайте первый Федя Чалов первый Я просто не знаю кто будет Ну конечно не знаешь Никто не знает Давайте Хорошо 8 миллиардов людей Ну сейчас интрига умерла Конечно же А вы разобрали сведения По поводу этих То что вы говорили? Чего? Что он не знает Что он делает Да конечно Вы же были да На первом канале Да Или это нельзя говорить Ну батек мой Да На второй Батек второй Слушай Жор Михаил Щедников Идет на второе место У Жоры Очень известный папа Вице-чемпион Олимпийских игр И чемпион мира По спортивной ходьбе Ничего я не путаю? Очень крутой да Ну ты не знаешь Ну я не путаю Я знаю Это твой папа Это твой папа Но сейчас он выглядит Чуть иначе Вот могу тебе сказать Ну примерно так же Примерно так же Ну я просто Когда видел его Последний раз Он был чуть в теле С бородой? Ну сбросился Сбросился? Сбросил? А ты умеешь ходить Вот этим шагом? Ну у него жопа Откляченная А ты наоборот Там жопа мешает Вы видели? Жопа должна быть отклячена Как раз как у Жоры Вот так ходьбой Почему они ходят? Наоборот Вот так Как в спортивной ходьбе Сейчас здесь? Нет, не смогу Почему? Я могу просто Протестить ходить Нет, я не умею В фэшн-подиум Здесь просто не ходят Я не умею Вот ты и модно оделся Жор, а вот если бы сейчас Тебе представилось Вот список заново Вот ты уже всех знаешь Ты бы так же сохранил? Да, оставляем, конечно Да? Слушай, но тебе И Пушкин нет, да? Я скажу Я скажу Я скажу, что Жоре повезло Потому что этот список Не просто так У нас есть задание Для каждого гостя Кто ставит человека На первое место Надо позвонить Этому человеку То есть, как ты понимаешь Если бы ты звонил Там Писареву А если бы он звонил С Щенникова А если бы он звонил С Щенникова Ну а как в Мамай Сейчас вроде в Дубае Как ура там Номера их есть разы Или что? Ну это Ну мы бы звонили Бачон У нас телефонов нет У нас есть номера? У нас есть все Все берут А Батька есть? У нас официальная Батька есть номера? У нас есть Надежда, что ты Нас во второй передаче Ты не стер пока Батька из своей жизни Ну я не стер Ну все У тебя У нас во второй передаче Барак Обам Ну как ты скажешь Не наберу Кто? Барак Обама Да Кто это Барак Обама? Вы крутые Слушай, смотри Жор, следующий текст У тебя должен быть Мы сейчас тебе его дадим Не волнуйся Ты его сможешь прочесть Там типа Федя, привет Ужасно извиняюсь Но вообще не знаю Кому еще можно обратиться В общем я тут Немного загулял От Дианки От семьи Как бы это Какая грязища Кто я на вреду Неделю Меня не было дома Я очень прошу Пожалуйста Позвонить Диане Что? Ну подожди Что ты ему скажешь Скажи день назад А что такого? Как день ему два дня подряд Ну без проблем Давайте Он же не знает Куда ты ездил Ну то есть Позвони Диане Скажи, что мы были на сборах Вот Причем как бы там Нас не отпускали со сборов И ты меня очень сильно выручешь Давайте С твоего телефона Это должно быть Ну а при чем При чем здесь трезвый Или нетрезвый То есть скажешь Что просто А если Чал сейчас А если Чал сейчас скажет Ты тоже тогда мне Да Я тоже Я тоже Я тебе могу и Чала подставить Ну конечно Об этом и смысл Жора А как ты хотел? Вот я себе Батьку звонил Скажи Бать Ну по-мужски Ну так получилось Ну что У тебя что ли Такого с мамой не было? Ну давай Как бы мы решим Вот этот вопрос Да Ну что такого Он тебе может расскажет Скажет Ты вообще не мой сыр Не надо неделю Не надо неделю Неделя неправдоподобно выглядит Скажи что я вчера Не ночевал Ну да неделю я говорю Да Вчера я не ночевал Один день дома Можно сказать Что я пришел Мы сейчас придумываем Придумываем Отвазу Да Мы сейчас все попалимся Мне можно Мне можно Я в разводе Вот Сейчас жор Доведем до этого Разустояния Вот Значит я вчера Не ночевал дома Всех не полить Диане И сказать что Просто после тренировки Заехал Не знаю Там к тебе в гости Мы сидели Заигрались там Фифу и все прочее Отыграли до утра Потом у нас тренировка Перенеслась Как бы я поехал Как бы на тренировку Сложно Сейчас Надо как-то продумать Ну как сложно Что сложного Есть ручка Сейчас Давайте вслух Сейчас там Ручка здорово Как сам А вы говорили А вы говорили Не смешно получится С Жорой Блин Воу уже Сжоу Уже на 40 минут Тайминга Третий конкурс Затянули Да не Ну единственное Просто я не знаю Как я По-моему Начну фигню нести Я пошел фигню нести Какую-то Я тебе Я тебе честно Я тебе честно Вот могу сказать Знаешь Давай По-человечески Звони сразу Писареву Че ты мучаешь себя Или Пушкину Или Пушкину Че ты Писареву звони Говоришь Николай Николаевич Да Я два дома Он скажет Чувак Ты позвонил Куда надо Тут люди И не таким звонили Да Конечно Кому Я тебе потом расскажу По-английски Давай Громкая связь Ближе к этому Я сделаю Я сделаю Я не могу Я не выдержу Так мне не то, что Неудобно Давай, Жор У нас времени Во У нас следующий гость Не приехал Можем сидеть до утра Я думал Будет не так С вами приятно Оказалось Очень хорошо Давай Давай не обманывай Вот именно Со мной Да Я на себя смотрю А, да Правильно, Жор Вот смотри На него и звони Я засмеюсь тогда Не надо Тогда, Жор На меня смотри Я не засмеюсь Смотри туда Это сейчас снимается Ну, конечно, Жор Ты пришел на передачу Может, тут камера Что всех не работает Не одна Сыпленка такой Жор Федька, здоров Да, здоров Ужинаю Давайте через 5-10 минут Перезвоним Да не, подожди Ну, сейчас я быстро тебе скажу Я на 5 минут Отойди там Ты с кем там Своими Ну, отойди Ну, отойди в сторону 30 минут 30 секунд 30 секунд Да Да Это Можешь Это Фете Диане Набрать И сказать, что Типа Мы с тобой были там В компах А то вчера дома не был Короче Ну, просто скажи В компах был И все Наберешь Ну, сейчас набери Скажи Типа Что мы были вчера В компах И все Диане Набрай Ну, Диане Набери Скажи Мы были вчера В компах Вы же были в компах Вот Мы были в компах Считай Ну, да Ну, тут что-то там Это Ну, да Все, давай Давай Просто Сделаешь? Ну, да Позвонить Диане Просто Тихо А Диана Что, не верит? Ну, не верит Я просто дома не ночевал Скажи, что в компах Были вчера И все До утра До утра? А до куда? Ну, да Все, наберешь? Сейчас скажи Кто не верит? Давай Все, давай, брат Спасибо большое Ты вот так Туда Отойди Ну, нормально Жора Красавелла Ты еще Самый мужской поступок В твоей жизни Это вообще Просто 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 Герой А ты видишь, как его трясло Ты видишь, у него рука трясла Правая 34 минуты Что вы? Вы вообще придумали Это страшная вещь какая-то Почему страшная? Что, такая страшная, Жор? Да нет, нормально Сейчас нормально у меня Сейчас он отпустил Сейчас, подожди Ты, кстати, нормально отыграл Когда он тебя просил Когда он тебя просил Ты говоришь, не, не Быстро надо Тут как бы важный вопрос Все прочее Он такой До утра Ну, мы же были в компах Ну, были До утра До утра До утра Вот это вот Кто пишет? Федя, одно уведомление Ну, ладно Неприлично лазить с чужих телефонов Хотя, где я и где приличие У меня телефон, ее нет Сейчас скину А, вообще ничего у вас этого нет Перезвони потом Вы что, я все Сразу Я сейчас смотрю на вас Я вижу Милысину Милысину А рога, Виктор, у вас рога Чертика вот этого Перезвони Сейчас там вся команда Вы злой человек Я думал, вы добрый Я злой Давайте посмотрите Я честно говорю Я злой Это ужасно А что, вы сделал задание? А что такое? А что такое? Смотри Диана знает, что ты здесь Да Ну, все Опасность миновала Она знает, что ты ночевал дома Мне Диана пишет Говорит Чалов ебнулся Напиши ей да А ты не знал? Слушай, Жор Ну мы, конечно, сейчас еще две минуты пока Ну положу, сейчас обсудим, как у нас прошло все здесь Я считаю, что Жора в целом справился, Вась Вот твои ожидания были Вот когда ты думал, придет Жора, да Можешь представить, что придет умылое говно Не то, не сё Как бы будет сидеть Мычать У него, понимаешь Вот у меня по-доброму Ты так не думал, да? Я, во-первых, так не думал Потому что Потому что я тебя очень люблю, обожаю У меня нет вот таких вот отвратительных качеств внутренних, как у Викторовича То есть я шучу, но я пытаюсь по-доброму это делать А Викторович, он просто негодяй Рассказывает Я все время таким был Я сейчас рассказываю пару шуток, которые Вася, когда мы работали в Голландии Он всем Неважно, у жены день рождения чьи-то Там у самого человека Всем дарил игрушки из секс-шопа Причем первый раз видит человека Первый раз видит эту девушку И сразу ей На тебе, пожалуйста А в Голландии принято Раскрывать сразу подарки А там дети бегают вокруг И вот это добрый человек Который якобы пожалел Жору Его снимаете Да, да, поэтому Мы что сейчас делаем? Мы сейчас про кого говорим? Вы про кого говорите? Так что, Жора, сейчас это еще по лайту прошло Я официально заявляю Я никогда У тебя была скидочная карта В этом секс-шопе 70% Самая большая Да, из всех вообще жителей Голландии Я первый человек, у которого была скидка Я на улице ходил, раздавал всем Каждому по члену Члены ходил, раздавал Он так пытался адаптироваться к европейской культуре Но они же очень толерантные Да, они раскрепощенные Опа Нет, телеграмм, телеграмм Ладно, жаль Ну так вот Дождемся Дождемся Не будем ждать Значит, я считал, что Я считаю, что Жора Абсолютно превзошел сам себя Вообще просто Великолепно отыграл с Федей Вот это накидывайте Прожарю Пушкина нахер на шестое место поставил Пушкина больше не будет Я понял уже У него и так не было один клиент А больше не будет никогда Ну вопрос в том, что и агентов, желающих работать Жора, не так много Вот кроме Пушкина, я боюсь Я готов быть Ты уже и агент Только лицензию про-тренерскую получил Уже в агенты лезешь Жор, возьми меня агентом Зачем тебе, Вася? Зачем тебе, Вася? Вы? Жор, у нас есть еще подарки Каждому гостю Кто-то к нам приходит И не просто так подарки Не подумал Что? Мне бы тоже не было что-то купить Да, Жор, ну учитывая Что ты такая ходячая В обморок В 33-й части Чтобы в обморок Чтобы ты не упал в обморок На шатырь есть? На шатырь есть Дефибриллятор есть Давай откроем, посмотрим, что там есть Может у меня Презерватив? Презерватив Ну согласись, нормально Супер, супер Ну все, все есть Просто надеюсь, что мне не понадобится Не, ну Жор Ну мы как раз уверены, что понадобится Набор Да, отличный набор У кого из машины достали Не, Жор Ну учитывая, что ты сейчас выйдешь Три раза ударишься ногой уже об стол И уже 4 инфаркции И еще раз А еще один Здесь надо корвалол И все остальное Еще одно Я считаю, что очень ценный подарок Да, топовый Топовый Да, потому что, говорит, 2 травмы 4 операции Поэтому пусть будет аптечка На всякую тебя с собой Я думаю, Диана могла, да, Феле сказать, что Что? Что типа он там на программе Да он еще вообще А где? Вот ты уверен, что он твой друг И он позвонит вообще Ты заранее не паникуй Заранее не паникуй Никак перед игрой Никак перед игрой Ты заранее не паникуй Ты же дома был Точно дома Ну что ты паришься? Ну паришься Сейчас дедка скажет Ах он скотин Приди и попасть Спать Я заснула А этот ушел И утром вернулся И утром вернулся Да Опять Поэтому мы Благодарим, Жора, тебя За участие в нашей программе Ты прямо Спасибо большое Ее рассветил Ерчайшими красками Вася, давай Нет, не отмазывайся Потому что ты тоже Чуть-чуть участвуешь Поэтому А всех, кто нас смотрели Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал У нас такие интересные Нестандартные гости Мы больше нигде Жору Щеникова Мы его перебиваем Мы его перебиваем Дети Поэтому Смотрите Его никто не Только у нас Да Тем более еще С бородой, без бороды Лайк, лайк поставьте Я, если честно Я, если честно Думал побриться перед программой Чтобы вас вообще Не было никаких Унамилевицей Да, они бы вообще Его не узнали Тогда да Тогда да Мы просто фотки без бороды Показываем Итак Жора Щеников Только у нас Ну так нельзя Блять Эту фразу Я говорил Жоре Миллионы раз Эй, ты достал Ты что В Голландии был? Федя звонит Да, Федь Снимайте Ну что, позвонил? Не, не дозваниваюсь Не дозваниваюсь Надо бы срочно Дозвониться Федь Да А ты где? Я уеду Сейчас пока домой И надо Разобраться с этим Ну то есть Что к тебе поет Домой? Я тебя понял Слышь, ну Ну дозвонись И мне набери Хорошо потом Просто я сейчас еду Мне там тоже надо Переговорить Ну просто что понимать До скольки мы были? Ну до шести скажи Шесть Ну до восьми Не знаю, до восьми лучше Ну просто компакт были Ну в компакт до восьми И потом Тереновку перенесли И потом Я поехал на треновку сразу Хорошо? Блин Это Давай Все, давай Наберешь мне потом, да? Давай Давай, спасибо, Федька Большое Давай Ну так нельзя Ну так нельзя Дай играть нельзя Ну так нельзя Ну я вообще не люблю Но не смог Альни Твикторовичу И Василию Владимирович Отказать Поэтому я пришел Я не любитель Давать всякие интервью И приходить на программу Но Пришлось Мне очень понравилось Было как-то душевно И не знаю Мне понравилось Ну Леонид Твикторович Я уже видел Как Берт интервью И В коммент-шоу Он Сидит Поэтому я думаю Это вообще его Так скажем Он всегда был такой Общительный Динарный Такой Интересный Так скажем А Вася очень идет Я думаю Вася бы мог и дальше Гармонично Да очень смотрится Ну я желаю им Очень много просмотров Процветания Я надеюсь Что у этой программы Большое будущее Так что только вперед Придешь еще Системы берутся Ну конечно приду Уже не так страшно Как поначалу было Я пришел Он мне там Тебе Те Это Куда попало А в итоге Нормально Все получилось Продолжение следует... Продолжение следует...